Девочка-пай Девочка-пай у студентов здоровый образ жизни. И на этой выставке представлен то, впоследствии чего мы достигаем определенных успехов. Вот здесь вот в прошлом году был объявлен республиканский конкурс «Стой день в Беларуси». Мы подали, собственно говоря, много проектов, но вот вышел в лидеры проект, который называется «Трезвый взгляд. Наш принципиальный выбор». И действительно, руководитель клуба «Октималист» ведет такую работу, которая позволяет студентам иметь четкое представление, что такое трезвый образ жизни и здоровый образ жизни. Но Николай Петрович позже расскажет подробнее. Помогает нам формировать, вернее, для того, чтобы нашу работу, конечно, металлическое обеспечение. Вот наши работы, работы сотрудников управления, воспитательного кафедры спортивной, кафедры социально-гуманитарных дисциплин. То есть все участники воспитательного процесса заняты, собственно говоря, одним делом и объединены одной идеей – воспитать в студентах действительно настоящих граждан и развитых гармоничных. Можно сказать о достижениях. Их тоже очень много спортивных достижений. Я немножечко позже в своем докладе остановлюсь на них. Это совсем малое количество кубков, наград, которые существуют в Академии. Студенты у нас даже есть и призеры чемпионатов Европы. И давно как-то был олимпийский призер. Большой популярностью пользуются 13 общеакадемических клубов, которые в себе собрали абсолютно все направления воспитательной работы. Это и клуб «Защитник», «Чуткие сердца», волонтерский клуб «Ступени», православный клуб, клуб молодой семьи, ну и опять-таки клуб здорового образа жизни «Оптимальный». Работа по формированию здорового образа жизни у обучающихся Академии организуется на основании кодекса об образовании Республики Беларусь государственных программах, внутренних планов и программах. При этом учитываются все составляющие – это и физическое, и социальное, и психическое, и нравственное здоровье. В Академии созданы все условия для успешной адаптации и социализации студентов. Учебные занятия ведутся в 16 корпусах. Для иногородних студентов на территории академического городка построено 14 общежитий. В большинстве из них проведен капитальный ремонт, некоторые реконструированы. Построены в ярмарке фестиваля Тружеников села общежития Доженки-2012 общежития номер 14 обличаются повышенной комфортности. Ну а Академический парк, Дендропарк, Ботанический сад создает благоприятные условия как для проживания, так и для организации экологического воспитания. Поддерживать и укреплять физическое здоровье наших студентов мы начинаем с первых дней обучения. Это отражается прежде всего в рациональном режиме труда и отдыха. В общежитии номер 1 расположен клинический пункт центральной районной больницы, что обеспечивает своевременное и оперативное оказывание квалифицированной медицинской помощи студентам Академии. Студенты Академии поддерживают хорошую физическую форму в спортивном комплексе Академии, который включает стадион с беговыми дорожками, теннисный корт, баскетбольные и волейбольные площадки, открытые плоскостные сооружения, два игровых и тренажерных залов, зал борьбы тяжелой атлетики, для общей физической подготовки зал, бассейн с пятью дорожками на 25 метров. В 24 секциях, которые организуют работу в кафедрах физического воспитания и спорта, и в 12 кружках, в 12 общежитиях регулярно занимаются спортом 1500 человек. Основная цель работы клуба – это формирование трезвого зрения и воспитание ценностно-мотивированного отношения к собственному здоровью. Для работы, для тех, кто работы клуба созданы хорошие условия. Клуб располагает как раз учебную аудиторию первого общежития, в том числе участия семинара, на 30 посадочных мест, на базе клуба, в комнате аудитории, оборудован кабинет здорового образа жизни, укомплектованный аудио, видеоматериалами, компьютерным оборудованием. Список учебных материалов составляет свыше 200 именований части технологий. Вот ряд клубов, в том числе и оптимолив, держатся на энтузиазме, на большой работе, общественной работе, я хочу подчеркнуть. Ну, вот таких вот людей, как Николай Петрович. И личном примере, вот я еще подчеркнула. У нас таких, ну, это самое страшное, этого никак. У нас всего в Академии несколько десятков таких вот клубов, секций спортивных, вот возглавляют их людей неравнодушные. Ну, и мы поддерживаем всячески вот такое вот движение, потому что, как вы уже заметили, Белорусская сельскохозяйственная Академия исторически существует, работает, действует в небольшом городе. Не так много у нас высших учебных заведений, которые расположены в районных центрах. И вы знаете, в этом наше преимущество, ну и некоторая проблема. В чем преимущество, в этом? Ну, прежде всего, ВУЗ, скажем так, легко управляет. В том плане, что расположен здесь, город небольшой, все друг друга знают. И здесь, как говорится, деловые качества, морально-этические, естественно, на виду. Здесь не скроешь. Человек раскрывается полностью. Естественно, у, скажем так, преподавателей, у наших сотрудников, несколько меньше соблазнов с так называемым большого города. Поэтому больше внимания уделяется, конечно же, своей непосредственно профессиональной деятельности. Бережно хранятся традиции. Уже, я так скажу, вековые традиции, которые есть в высшем учебном заведении. Школы, научно-педагогические, значит, течения, вот эти вот все. Память о тех ученых, которые вот у нас были и есть в настоящее время. Вот. Ну и, естественно, я сказал в управляемости, что ведь вуз наш по количеству студентов, это более 15 тысяч, более 2 тысяч работающих сотрудников и преподавателей, где-то на пятом месте среди высших учебных заведений республики. Вот в этом. А территория-то, видите, какая? 64 гектара только вот студенческий городок составляет здесь, и, ну, где-то жилой сектор, общежитие и так далее. 16 корпусов, 14 общежитий, всего более 150 объектов недвижимости. Опытные поля, 300 гектаров. Значит, кроме этого, своя собственная учебно-научно-производственная, так называемая, школа-ферма. 500 голов крупно-рогатого скота. Рыбопитомник построили в прошлом году, как раз с дожинком. 3 миллиона малька фарели можно производить в год. Это достаточно, чтобы из этого малька выросло полторы тысячи или фарели объемом полторы тысячи тонн. Для сравнения, в прошлом году республика 200 тонн фарели всего лишь произвела. А задачи стоят, видите, уже в этом году можно перешагнуть и тысячный рубец. И так далее. Недостатки или, как говорится, проблемы какие? Ну, естественно, город небольшой, молодежи много. А энергии-то много. И энергии еще больше. Понятно, где-то нужно куда-то выплескивать. Поэтому приходится иметь свою инфраструктуру, чтобы задействовать их максимально в этих клубных формированиях, в спортивных секциях и так далее. Если мы это не сделаем, пойдут другими делами заниматься. То же самое пиво, самое мягкое, как говорится, пить. Значит, не дай бог там еще хуже какие-то социальные явления. Поэтому жесткий, скажем так, и контроль в этом. Трудности? Ну, конечно же, трудности есть. Мы потихонечку вот Академию сделали свободное откурение, свободное. Или стараемся так, чтобы это вот и пивно, как говорится, в меньшей степени выдавливаем территорию Академии. Да, уходят в парки, уходят в леса и так далее. Понятно, здесь общество, понятно, что болячка это у нас. Но, тем не менее, и там находят. У нас вот обратили внимание, мы когда подъехали, видели, что есть оперативный студенческий отряд. У них есть форма. И они здесь вот стараются поддерживать самостоятельно порядок. Вот буквально начали сейчас движение. Создаем экологический отряд, деленый по труб, так называемый. Благо, постановление с Азмина вышло. И вот начинаем, чтобы поучаствовали и там. Ну и, естественно, мы видим как раз вот развитие вуза в своем направлении. Ну, во всех направлениях, без мелочей. Вот мы здесь вроде бы говорим о здоровом образе жизни. А ведь это такая проблема многогранная, в которой нет мелочей. Начиная от внешнего вида, скажем так, и заканчивая, ну, наверное, ну, так же, зданием литературы и так далее. Здесь, и вроде бы, все важно. И питаться надо грамотно, как говорится, чтобы быть. И учиться надо, посвящаться. И, естественно, к врачам обращаться и так далее. Без этого никогда не денег. Страна учащихся обещается повышенной комфортностью. Студенты могут здесь полноценно и отдыхать, готовиться к занятиям и организовывать в досуге. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»